Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Переговоры лидеров стран ЕАЭС сначала состоялись в узком составе. Выступление белорусского лидера было предельно откровенным и принципиальным. Без ретуширования нерешенных вопросов и проблем в Союзе. Для евразийской интеграции 2018-й стал неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения. Среди позитивных достижений глава белорусского государства отмечает вступление в силу договора о таможенном кодексе ЕАЭС, наделение Молдовы статусом наблюдателя. Государства-участники Союза также подписали временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Тем не менее, остаются важные вопросы, которые до сих пор не решены. Работа по устранению барьеров, изъятие ограничений на рынке ЕАЭС идет очень медленно. В начале 2018-го года Российская Федерация в качестве председательствующего в органах Союза предложила работу по устранению барьеров, изъятие и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. Правильно предложили. Это действительно одна из самых острых проблем нашего Союза, которая еще несколько лет назад была обозначена белорусской стороной. Однако данный вопрос решается непозволительно медленно. Более того, на смену устраняемым барьерам возводится новое. И это стало практикой. Считаю, что это совершенно недопустимая ситуация, нарушающая достигнутые нами договоренности. Как показала практика, важно не только устранять преграды, но и параллельно создавать условия, исключающие возможность их повторного возникновения. В этой связи предлагаю предоставить нашей Евразийской экономической комиссии полномочия принимать решения в случае повторного введения каким-либо государством-участником ограничений или же продления уже действующих ограничений. По нашему мнению, реализация такого предложения не затронет национальные интересы сторон. При этом позволит исключить протекционизм, который наносит серьезный ущерб интеграционным процессам. Ну, все сидящие за этим столом на мировой протекционизм торговли отреагировали, обозвав его грубо экономические войны. Так зачем у себя создаем это? Следует также повысить ответственность представителей исполнительной власти наших стран за принятие решений, идущих в разрез с принципами, закрепленными в нашем договоре о союзе. Кроме устранения барьеров торговли, медленно продвигается вопрос формирования общих рынков газа и нефти. Перспектива решения этого вопроса – 25-й год. Наша страна настаивает на исполнении всех договоренностей. На заседании в узком составе Александру Лукашенко пришлось твердо отстаивать белорусские интересы. Полемика с Владимиром Путином была насчет цен на энергоносители. Президент России, говоря о ценообразовании на газ, решил сравнить союзническую Беларусь с ФРГ. Я приведу один пример о равноправии и равенстве в нашем союзе. Действующий порядок ценообразования на поставляемый в Беларусь природный газ, тариф, применяемый Газпрому для белорусской стороны на транспортировку газа из Ямал-Нецкого автономного округа до нашей границы, составляет почти 3 доллара за 1 тысячу кубических метров на 100 километров. В то время как внутрироссийский тариф порядка 1 доллара в три раза меньше. В структуре цены на газ для Беларуси доля платы за транспортировку по территории России превышает 70%. То есть тариф от цены 70%. А он три раза выше, чем для субъектов Российской Федерации. И мне кажется, и я думаю, что и в Казахстане примерно такая ситуация по цене для субъектов Казахстана. С учетом этих обстоятельств в нашей стране газ на границе со Смоленской областью обходится почти в 130 долларов за 1 тысячу кубов. А установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области субъектов хозяйствования 70 долларов, почти в два раза ниже. Простой вопрос. Как конкурировать в этой ситуации? У нас выработан план движения к 2025 году, когда мы должны согласовать единые рынки, нефть и газы, нефтепродуктов. Что касается сегодняшней ситуации, то она заключается в том, что важен не тариф, а важна конечная цена газа, в которую включается этот тариф. И здесь вы правы, надо, конечно, об этом думать, но обращаю внимание на то, что сегодня у Беларуси 129 долларов за 1 тысячу кубов, в следующем году будет 127, а в ФРГ – 250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по Евразес, хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации. Но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами. Но наш главный партнер, к сожалению, или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И нам надо, чтобы были равные условия, прежде всего, нашей братской России и Беларуси. Вот в чем вопрос. И вы правильно сказали, мы определились до 2025 года выйти на этот уровень. Но ключевое слово в данный момент, чтобы мы шли к этому, а не остановились. Вот в чем. И да, мы будем еще разговаривать, и у меня будет к вам просьба только одна, чтобы мы шли к этому. Если будем идти, так и вопросов не будет. Мы понимаем, что за год это не решить. После в расширенном составе лидеры государств-участников Евразийского союза обсудили дальнейшее развитие интеграционных процессов, а также вопросы, которые касаются международной деятельности ЕАЭС, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических услуг. Был утвержден бюджет ЕАЭС на следующий год и подписан ряд международных документов. Председательство в ЕАЭС в следующем году переходит к Армении. По окончании заседания глава белорусского государства дал краткое интервью журналистам. В Санкт-Петербурге фактически удалось решить проблему назначения генерального секретаря УДКБ. На эту должность будет назначен белорусский представитель. Также Александр Лукашенко анонсировал отдельную встречу с Владимиром Путиным в ближайшее время. Мы договорились, что в понедельник, вторник в российском правительстве на уровне Коза, Кляшенко, белорусский вице-премьер, обсуждаются проблемные вопросы, в том числе по налоговому маневру. Прежде всего, по налоговому маневру в четверг заседание союзного САУМИНА под председателем Дмитрия Анатольевича Медведева. Они также рассматривают эти вопросы. А на следующей неделе мы встречаемся с президентом России и расставим все точки над «и», чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в Новый год. Но еще неожиданно чуть ли не провели заседание УДКБ и, в принципе, решили проблему назначения генерального секретаря. Белорусский представитель, как когда-то Нурстан Абишевич говорил, но мы договорились по схеме и по системе, как произойдет это назначение. Индивидуальное собеседование с каждым руководителем УДКБ, и они подписывают. В Санкт-Петербурге сегодня прошла и неформальная встреча лидеров СНГ. Главы государств подвели итоги сотрудничества в 2018 году, а также обсудили выполнение достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее развитие взаимодействия в формате содружества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова